Доброго времени суток, дорогие друзья и подписчики моего канала Отличник Лайв. И, наконец-таки, записываю свой второй видеоролик на ту же самую тему, связанную с проектом Амазин Кровоплей. Вначале, в качестве предусловия, хочу вам напомнить о том, что я играю на четвёртом сервере Азур. И вы можете зарегистрироваться там по моему промокоду Ливонти, который у вас сейчас на экране. Это топ-1 промокод на сервере, который даст вам непременно качественное развитие на старте, определённые бонусы и привилегии. Начну, пожалуй, с темы ролика. А тема ролика у нас будет про ФСИН, про то, как обустроена организация, про то, какие там есть приколы, фичи. И вообще показать вам что-нибудь новенькое, чего нету в обычном там Сампе, КРМП и так далее. Потому что фракция ФСИН — это вновь добавленная, это абсолютно новая система, абсолютно что-то свежее, что-то интересное. И довольно-таки нераскрытая тема для проекта, я решил её показать вам и раскрыть. Так, доброго времени суток, значит. Появился я в своей хатке такой, в Батырево. Купил её недавно за три с чем-то ляма. Знаете, мне нравится интерьер её. Вот это, кстати, к слову о том, какие интерьеры на Амазинге. Посмотрите, насколько они детализированы. То есть даже в условный телевизор они сделали настолько крутым, что тут есть все приложения, которые, в принципе, вам понадобятся для комфортной жизни. Но интерьер реально радует глаз, я ничего не скажу. Тут абсолютно есть всё, даже можно помыть руки в вашей ванной комнате и добавить 15% гигиени, как бы. Где вы видели такое на каких-либо других проектах? Это просто класс. Вот мой гардероб, значит. Вот мои скинчики есть. Такие это Егор Крит, это какая-то зайка, это рыжики, которые у вас будут на старте и так далее. Значит, сегодня идея ролика такая. Я хочу поработать вовсин, побегать по крестам, посмотреть, что там есть вообще интересного. Ну и, соответственно, с кем-нибудь побатлиться. Посмотреть, какие преимущества будут у младшего лейтенанта Федеральной службы исполнения наказаний против зэков. Но для начала я бы хотел вас призвать к тому, чтобы вы указали мой промокод. Именно в этом разделе указать промокод друга и вводите левонти, который у вас сейчас на экране. По ревкам у меня 1370 человек, это топ-1 промокод на сервере Азур. И я вас призываю, призываю просто взять и зарегаться по нему. Итак, значит, у нас тут стоит человек на Тойоте Супра. У меня машин, к сожалению, абсолютно никаких нет, кроме Марка, о котором, кстати, будет скоро ролик. Но не об этом, а о другом немного. Но я сейчас телепортируюсь во фракцию в СИН и там уже продолжу. Расскажу вам свою историю о том, как я ходил по собеседованиям. Начну, пожалуй, с самого простого, почему я пошел на собеседование. Для чего мне это нужно было и какой интерес у меня это вообще вызвало. Действительно интерес, потому что, как вы знаете, я учусь очно, у меня университет, учеба. И я решил месяц-август посвятить именно контенту тому, чем можно было бы заняться. Я решил начать с чего-то полезного, а именно создать свое резюме на хохору. Как вы знаете, без опыта работы, без каких-либо умений вас особо никуда и не возьмут. Только в какие-либо организации, которые там набирают студентов на подработки и так далее. Но при этом подработки немногих работодателей интересуют. Поэтому многие студенты, кто учится очно и кто хочет, например, поработать месяцок, так же, как и я, прибегали к обману и говорили работодателям о том, что они учатся на заочке, либо говорят, что они на очке, но при этом они учебу, собственно, не посещают, чтобы это не мешало и не влияло на рабочий график. Начну с самого простого. Создав свое резюме на хохору, мне сразу пришли пару организаций, которые написали мне о том, что хотят позвать меня на собеседование. Но это обыденное дело, поскольку есть те компании и фирмы, которые зовут на собеседование абсолютно всех. Известно почему. Потому что, во-первых, то, что вам предлагают, и то, что говорят по телефону, перед собеседованием, соответственно, не имеет ничего общего с тем, что вы получаете на выходе, когда приходите и обсуждаете уже с менеджером по офису те или иные аспекты вашей работы в организации. Начну с первого. Значит так, открываем ворота, заходим и оценим автопар, который у нас здесь есть. Ну, первое, это Lada Granta, как бы стандарт российского автопрома, разгоняется до 170 км в час, на светофорах можно не стоять, можно гнать, КамАЗы для каких-либо мероприятий, ну и вот такие вот Volkswagen транспортеры, так скажем, как он называется, Multivan. Вот Multivan, кстати, нормально гонит, я на нем уже катался, прикольная вещь, мы, возможно, его опробуем, кстати. Итак, на территории ФСИН при входе нас встречают сразу две инстанции. Правое здание, это место встреч и свиданий с адвокатами и так далее, и главное здание, куда нам надо зайти, чтобы начать свой рабочий день. Подходим на этот чекпоинт, значит, начинаем свой рабочий день и обличаемся вот такую вот форму младшего лейтенанта. Так, у нас работает сразу рация, люди с нами общаются, берем пистолет, значит, с вами. Обязательно тут есть склад, вы можете взять тут Ксюху, АК-105, пистолет ТТ, ну, да, мне ТТ-шку, по-моему, надо брать. Все, взял ТТ-шку, бронежилет, шокер, щит и дубинку. Все, я полностью экипирован. Сейчас мы с вами еще зайдем, значит, сделаем некоторые дела важные перед рабочим днем. Первую же неделю, как только я создал свое резюме на ХХРУ, мне написал один салон сотовой связи, вопреки тому, что я не хочу никаких конфликтов наживать, не буду говорить, какой это был салон сотовой связи, но при этом расскажу, как проходило мое собеседование. Это вы можете взять на заметку, если вы студент, либо собираетесь потом трудоустроиться, если вы учитесь на заочном и так далее. Если вы хотите, в общем-то, и найти подработку, расскажу вам, что бывает в таких массовых фирмах и компаниях, которые предлагают вам моментально посетить их офис и пройти там собеседование. Условный салон сотовой связи. Мне написали, потом уже позвонили, когда только-только я откликнулся на это резюме, на это предложение о работе. Я созвонился с человеком, который находится, судя по всему, в Москве и вообще не понимает трудоустройство, как работает в нашем городе, но при этом он говорил о том, что существует определенный оклад, о том, какой график работы и так далее, но при этом лишь общие цифры, общие слова условно. Как на сайте написано, что оклад 30-40 тысяч и рабочий график 5 через 2, на выходе получается совсем другое. Я принял всю эту лапшу на уши, обработал информацию, приехал на собеседование, одел также рубашечку и такой, знаете, прилежный молодой человек. Пришел в один из торговых центров, который у нас абсолютно, я бы не сказал, что не популярный, наоборот, он крайне популярен, особенно это скорее семейный торговый центр, в котором все время ходят люди в условный Ашан, по другим магазинам и салон сотовой связи тоже зачастую заходят, но при этом не за покупкой телефона и так далее. Прием, прием, как слышно. Докладываю обстановка, красный 98. Состояние красного 98, код 98. Итак, дальше мы идем и посещаем, значит, дворик, где работают заключенные. Здесь, если вы попали именно в тюрьму кресты, никуда не в карцере и так далее, вы можете здесь поработать и тем самым скостить свой сырок. Я эту систему, к сожалению, не пробовал и пробовать не буду, но здесь именно я выполняю функцию надзорного органа. Вот, например, зэк, он, значит, лежит с бревном на пятой точке и просто спит, балдеет в АФК. Значит, мы это пропускаем мимо всего, мимо глаз, мимо ушей и идем дальше. Вот, например, видим гранту нашу, опять-таки, в Синовску, которая здесь стоит. Мы сейчас ей воспользуемся как раз-таки, чтобы доехать до тюремной камеры, чтобы там нам при великим удовольствии показать обустройство, потому что, увидев ее в первый раз, я просто был в шоке. Вот бегает, кстати, Александр Усов. Значит, все сотрудники по финду, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Полковник, капитан, старшина, младший лейтенант. Ну, то есть, обычные такие, знаете, должности, которые у нас присутствуют в данной организации. Значит, при входе, именно в тюремной камере, где находятся решетки и карцер, нас встречает библиотека. Давайте в нее в первую очередь и зайдем. В библиотеке заключенные могут почитать книги на стеллажах, то есть, вы подходите к сцену, нажимаете клавишу Е, и у вас здесь есть три книги. Классика. Михаил Булгаков, «Собачье сердце». Советую вам, кстати, посмотреть фильм, либо прочитать книгу, потому что это классика советской литературы, советую вам это прочесть. Потом, «Пушкин, капитанская дочка» и «Ремарь, три товарища». Вот, условно, захотел я почитать Булгакова. Я беру книгу, занимаю удобное место, например, этот диванчик, сажусь, и начинаю читать, потому что это настолько детализировано, что вы действительно можете прочесть эту книгу, хоть и в кратком содержании, но при этом вы получите какие-либо для себя полезные вещи. Условно, если вы готовитесь к завтрашнему уроку по литературе, а у вас был задан Булгаков, то вы можете прочитать эту книгу, находясь прямо в игре, фармя те или иные темки, выходя из тюрьмы. Вы можете просто прочитать книжечку и, так сказать, выдать все свои знания на завтра учителю по литературе. Но, опять-таки, объект интерьера выполнен полностью детализированно и круто, что я уже устал, в принципе, отмечать на Амазинге, потому что действительно нет таких проектов, где интерьер был бы сделан настолько красиво. Придя туда на собеседование ориентировочно 3 часа, я обнаружил то, что в офисе меня ждало всего 3 человека, 2 консультанта и один главный менеджер по офису. Сразу сказав о том, что я на собеседование, мне сказали чуть-чуть подождать, пока освободится менеджер. Менеджер освободился, выходит ко мне, и мы начинаем с ней вести диалог на ту тему, то, что я хочу работать, у меня есть свободный график, я хочу там то и все. В итоге, опа, и мне начинают рассказывать абсолютно другие вещи, что вообще не соответствовало тому, о чем мне говорили по телефону. Предлагали мне аквад 30-40 тысяч, но при этом мне сказали об акваде в 13 тысяч рублей, что не соответствует минимальному размеру оплату труда у нас по краю. Первый факап. Рабочий график. Рабочий график гласил о том, что вы работаете 5 через 2, при этом этот 5 через 2 плавающий. Словно вы не будете отдыхать в субботу-воскресенье, вы будете работать в эти дни, но при этом вы будете отдыхать там в понедельник, либо вторник, либо среда, либо четверг и так далее. Оказалось то, что рабочий график сместился 6 через 1. То есть, из-за того, что там какие-то есть планы на офис, о том, что у них есть определенный план продаж, о котором я сейчас вам сообщу, сказали, то, что график немножечко видоизменен, вопреки планам. Что я обнаружил на выходе? О несоответствии, первое, оклада, который не соответствует абсолютно минимальному размеру оплаты труда. Второе, то, что рабочий график абсолютно не тот, который мне предлагали. Здравия желаю, товарищ полковник. Пробежал мимо нас полковник, дальше заходим в душ и баню. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Душ и баня, совмещенные с туалетами. Здесь заключенные переодеваются в одежду для купания, заходят, и у них здесь есть, получается, душевые кабинки, а слева есть настоящая русская баня, которая растапливает с помощью дров с лесопилки, то есть заключенные должны нанести дров, растопить баньку, и здесь сидеть, у них, соответственно, будет пополняться гигиена, потому что на сервере есть система сниц, то есть это сытый, жажда, туалет и гигиена. Здесь же заключенные могут пополнить свою гигиену. В туалетах абсолютно такая же история обстоит, я вам сейчас покажу немножечко другую систему, но здесь у нас, в принципе, дефолтная система, загрязнениями, также зэки могут быть принуждены к тому, чтобы очищать эти унитазы, там, зубной щеткой и так далее, то есть драйвить и чистить, как примерные в реальной жизни. Так вот, идем дальше, значит, выходим с камер, нам это пока темка неинтересная, то есть, точнее, не с камерой, а с души и баня. И заходим, здесь у нас расположено, то есть, 8 камер по 4 с каждой стороны, типичного, знаете, какого-либо СИЗО, но это тюрьма кресты, давайте откроем одну камеру, посмотрим здесь ее внутреннее обустройство данной хата. Про режим чуть позже расскажу, тут вот есть нычки, их можно обыскивать, но я ничего не найду, потому что сейчас режим красный, и вряд ли зэки могли что-то оставить, вот когда будет режим черный, мы можем обыскивать эти нычки, находить какие-либо средства для побега, которые могут быть переданы заключенным через встречи с родственниками и знакомыми, либо они сами могут договариваться и делать их. Ну, а в данный момент вот режим красный, то есть, соответственно, у нас не предоставляется возможным, каким-то либо образом взаимодействовать с заключенными, потому что мы сейчас и так имеем перед ними большое преимущество. Здесь нас встречают койки, то есть, ну, все проработано, все красиво, обычная камера, закрываем ее, у нас, кстати, заключенный из нее сбежал, но я думаю, это ничего страшного там нет. А место встречи для свиданий, давайте с него начнем, значит, вот сюда садится заключенный, ему здесь передают предметы, они общаются, вот, например, Тибор сюда пришел, соответственно, будет совершать побег. Мы можем его прессануть, в принципе, и загнать обратно в камеру, но я этого делать не буду, так как я хороший полицейский сегодня. Вот, зайдем в карцер, посмотрим, что здесь, это для особо буйных камера. Я тогда сразу понял, то, что надо с этой работы сливаться, и то, что мне это абсолютно не подходит, учитывая то, что я студент, я хочу подработать месяц, и при этом получить всего какие-то 13 тысяч рублей, которые даже не соответствуют минимальному размеру оплаты труда, и на которые, в принципе-то, сложно как-то распланировать свою жизнь, там, до следующего месяца и так далее, до следующей зарплаты. Но при этом люди работают, потому что деваться некуда, нету альтернативы на рынке, которая могла бы предложить без опыта работы какой-то больше оклад. И к этому я сразу пристрастился, я понял, что это абсолютно не моя тема, но я решил узнать о комиссиях. Возможно, есть какие-то комиссии, которые вы получаете в продаже, и тем самым у вас уже, помимо оклада, набирается приличная сумма, которую вы можете, в принципе, засчитать как основную заработную плату. Просив, я сразу спросил о том, вот, например, что я должен такого продать, чтобы получить какую-либо сумму денег. Вот, с чего у вас максимальная комиссия? Я говорю, вот, например, у вас стоит айфон на стеллаже, да, на стенде на этом, вот он стоит 120 тысяч рублей, вот я его продам. Сколько комиссии я получу с него? На что я получу в ответ 86 рублей. Ну, вы просто представьте, кто будет приходить, например, в салон сфотовой связи, который никакого отношения не имеет к условному Apple Store, который у нас есть, как они называются, ресторы и так далее, и покупать там айфон. Это шанс один на миллион, такое бывает раз в год максимум, я думаю. И к вам приходит человек, покупает у вас айфон, и вы получаете с него комиссию 86 рублей. Как вам такое? Лично мне кажется, что это какой-то бред. При этом я спросил, какую максимальную комиссию я могу получить, и что мне нужно продать. Максимальную комиссию вы получаете с телефона, который стоит 15 тысяч рублей. Xiaomi. Ребят, Xiaomi, Xiaomi и так далее, я не понимаю вообще сопоставимость. Как получается так, что я продаю айфон за 120 тысяч рублей, и получаю комиссии меньше, чем с проданного телефона за 15 тысяч рублей. Как это может быть вообще, ну, в реале как-то сопоставимо? Это же вообще бред. При этом, также в салонах сотовой связи предлагают различные доп. услуги, условно там, аксессуары для телефона, наушники, сим-карты. У них тоже есть план по продаж на эти темы. То есть, вы должны, например, если вы продаете телефон, то вы должны предложить сим-карту, при этом настоять на том, чтобы человек оформил сим-карту именно вашего салона сотовой связи. Я считаю, что это немножечко неправильно, учитывая то, что дается план. За мое нахождение около часа в этом торговом центре я увидел то, что этот салон сотовой связи посетило всего два человека. Первый человек, чтобы пополнить телефон на 200 рублей, второй просто зашел посмотреть ассортимент. Как можно выполнять план миллион сто продаж в месяц, если этот салон абсолютно не востребован, учитывая обстановку рынка на данный момент, где у нас абсолютный дефицит по многим товарам. Как это может быть вообще сопоставимо с реалиями? То есть, при этом люди продолжают работать, получать оклад, который ниже минимального размера оплаты труда, и, возможно, им это нравится. Я не знаю, какие преимущества карьерного роста есть в данной организации, и сколько получает условный менеджер, с которым со мной общался, но за 13 тысяч работать целый месяц, и при этом уволиться, я считаю, в этом нет абсолютно никакого смысла. Я ушел с этого собеседования, я пошел сразу на другое через день, другое собеседование было у магазина кроссовок и обуви. Вот у нас здесь в карцере находится человечек, то есть, Еленар Акмаилов, который сидит, не знаю, в принципе, чем он тут сидит, давайте с ним поздороваемся. Все, поздоровались с ним, давайте ему чуть-чуть загрязнем унитаз, то есть, хотя бы на 9%, а то у него он слишком чистенький. Но в карцер реально отправляют особо буйных, отсюда сбежать, по сути-то, и не получится, если вам не помогут. Вот, но тут человек сидит, в принципе, опа, опа, ребят, ребят. Так, мы с вами вернулись, у меня бывает подкрашивает, но в этом ничего страшного нет, значит, карцер мы посмотрели с вами, поиздевались немного над человеком, и теперь заходим, залетаем на пресс-хату. Так, я из пресс-хаты чела выпустил, ладно, пускай, пофигу. Значит, на пресс-хате нас встречает здесь пока что режим красный, то есть, это наша пресс-хата, вот, но когда будет режим черный, когда заключенные чуть-чуть бушуются, тогда будет уже нам немножечко плохо. Вот, значит, пресс-хату мы держим открытый, пускай будет открытый, и идем, значит, по другим делам. Сейчас мы посмотрим столовую, потому что внутреннее обустройство организации, я вам уже показал, как это все работает, то есть, в основном мы как надзорный орган по тюрьме Кресты. Идем с вами, посмотрим, что делают заключенные, и в целом я предлагаю зайти реально в столовую, потому что показать вам систему надо. Ну вот, как бы заключенные стоят, работают на станке, а им это... Да базару ноль, ем, какие вопросы могут быть? Че? Ты кому грубишь, я не понял. Я тебя сейчас обратно на пресс-хату отправлю. Пф, терпило. Вот, примерно мы отыграли роль, идем теперь в столовую, это самое интересное. Кстати, здесь есть система мусора, то есть, мы можем убирать мусор, а вот это люк для побега, здесь стоит постовой постоянно, и контролирует эту систему. То есть, здесь заключенные могут спуститься в этот люк, и сбежать вон через ту решетку, которая находится у нас вдалеке. Система побега работает так же интересно, но не знаю, стоит ли вам ее показывать, потому что от лица заключенного я еще не играл. При этом мне нужны будут люди для этого, которые помогут мне всю эту систему разнообразить, чтобы я это делал не в соло, потому что в соло побег, к сожалению, но совершить не предоставляется возможным. Я хотел вам показать столовую, я сейчас в нее и иду. Что было в магазине кроссовок и обуви? Очень кратко. Опять-таки, я не стал верить тому, что пишут на сайтах, потому что оклад, который там пишут, это в среднем 25-30 тысяч в месяц, он не соответствует абсолютно никаким реалиям. Я пришел сразу, говорю, ребят, какой у вас оклад? Оклад мне сказали 8-12 тысяч, что еще меньше, чем в салоне сотовой связи. То есть это вообще за гранью. При этом я спросил о комиссии экспродаж. В комиссии там 1-2,5% экспродаж, то есть условно вы продаете кроссовки за 8 тысяч рублей, это у них считается какой-то не лоупрайс, а что-то среднее, и вы получите где-то 1,5% комиссии. Но вы при этом считаете то, что в магазин кроссовок лобби намного чаще заходят, чем в тот же салон сотовой связи, чтобы купить у вас какой-либо телефон за 15 тысяч рублей. Поэтому я думаю, в магазине кроссовок лобби все равно можно поработать и получить какие-то деньги на комиссии. Но при этом работодатели умные, которые абсолютно прошарены в той теме, то что студенты бывают еще подработки всего там на месяц-два, пока у них есть свободное время, а потом уходят вопреки тому, что у них начинаются очные занятия, они предлагают работать первый месяц по гражданско-правому договору. То есть при этом, что он голосит? По гражданско-правому договору, как мне объяснили, вы работаете месяц бесплатно, то есть вы получите свой оклад только в начале следующего месяца. Вы получите свои деньги плюс комиссионные, но при этом только при том условии, если вы заключите трудовой договор на следующий месяц. А мне какой смысл его заключать, когда я уже после этого месяца ухожу в абсолютно свободное плавание, у меня начинается учеба и так далее. То есть и с этой подработкой не прокатило. Во-первых, оклад не подходит, не соответствует реалиям. Во-вторых, малые комиссии. Но при этом я не говорю, что комиссии настолько малы, что невозможно поднять там условно даже 5 тысяч сверху к этому окладу, чтобы добить хоть как-то мрот. Можно, только если работать и опираться больше на ту точку, которая будет более-менее проходная. Но при этом в проходных точках зачастую набираем персонал, они там работают долгое время. Потому что увольняться не хотят, либо там у них какие-то замедления по карьерному росту, либо организация не двигается никуда дальше, у них нет каких-то региональных отделений и так далее. В этом плане я решил приостановиться, не искать подработки, потому что реально без опыта работы крайне сложно найти достойное место, где вы можете получать оклад хотя бы высшим рот. Поэтому нужно образование в нашей стране, в России. И я вас к этому призываю. Я призываю вас учиться. И, соответственно, как она вообще там работает и обстоит. Потому что заключенные там готовят еду, которую, соответственно, потребляем в пищу мы, и они сами. Значит, вот заходим в столовую и оцениваем, что у нас здесь имеется. Контрейнеры с едой. Готовых порций 24. То есть, вот я не хочу есть, у меня сытость утолена полностью. А вот контейнеры с едой здесь имеются. То есть, могут поесть заключенные, мы можем поесть мы. Вот, видите, только заключенные могут работать на кухне и готовить нам эту еду. Так вот, дальше. Что вам еще показать интересного? Интересного особо больше ничего нету, потому что здесь, в основном, вовсе не можно получать неплохую зарплату. Это около 44 тысяч на моем ранге, на x2. Ну вот, зарплата, то есть, 80 тысяч рублей, прибавка от подоходного налога, налог государству. То есть, ну, это вполне себе нормально. 80 тысяч получать за час, и игры на проекте, вовсе не. Это весьма неплохо, дорогие друзья. И я считаю, что та романтизированность, которая сейчас присуща нашему обществу, о том, что образование вам ничего не даст, я не хочу работать на дядю и так далее. Так было, ребят. Так было и будет. Но при этом, если вы разумный человек, если вы рационалист, если вы понимаете то, что у вас нет никаких других источников дохода в реальной жизни, то есть, вы не можете как-то самореализоваться, вопреки отсутствию, опять-таки, денежных инструментов, потому что деньги – это самый главный инструмент, который помогает вам реализоваться в этом обществе, найти какую-то идею, тот же самый контент отснять. Для этого нужны деньги на оборудование, на аппаратуру, на монтаж, на превью и так далее. Даже на то же самое обычное обучение тому, как делать саунд дизайн, видео-дизайн и так далее. Поэтому я вас призываю учиться. Я призываю вас не бросать 9 классов, я призываю вас заканчивать 11, сдавать это ЕГЭ, которое абсолютно примитивное. Если вы не подготовитесь к нему, то, конечно, вы его не сдадите. Да даже без подготовки можно какие-то минимальные проходные баллы сдать. Но при этом, если вы приложите каких-то усилий, сдадите нормальный экзамен и поступите в университет на ту специальность, на которую вы хотите, потому что у нас очень много направлений, просто нужно выбрать предметы, которые требуются на этой специальности. И отучившись на нее, вы уже сможете в дальнейшем выбрать достойную для вас работу, хотя бы получая какую-либо там ставку в 25-30 тысяч рублей. Причем фиксированную. Не оклад в 13, а именно 25-30. И это уже будет хорошим бустом для вас, потому что вы сможете взять квартиру в аренду, вы сможете начать откладывать на реализацию ваших идей, будете раскрывать ваши таланты и так далее. Я призываю вас учиться, я призываю вас образовываться, ребята. Ну и все, если вам понравился данный видеоролик, советую вам подписаться на канал, поставить лайк и, соответственно, начать заниматься своими какими-то полезными вещами в реальной жизни и помнить о том, что образование это главное. Всем пока, ребят.